Всем привет! Вот такая проблемка с отрезанием деталей у меня происходит на станке, то есть обработка идет отлично, чистота хорошая, но резать не хочет, причем разными резцами уже пробовал. Я померил люфт на шпинделе, ну в общем он в полторы десятки, что в принципе это очень много и при таком люфте навряд ли он будет резать нормально. Плюс патрон 250, все-таки для ЛТХ это по-моему много, но в любом случае я хочу сначала поменять подшипник шпиндельный, потому что регулировка ни к чему не привела, начал потихоньку подтягивать, накат как бы есть, все нормально, но начал подскрипывать даже. В общем я думаю это проблема с подшипниками. Вот, подшипник я уже заказал на Директ Лот и он пришел, сейчас покажу. Подшипник пришел вот в такой упаковочке, заказывал на Директ Лот, пришел с Чебокса. В принципе быстро, за одну неделю. Так, вот он. Ну вот такой вот подшипник, польский. НН-3016, КП-41. Ну, можно устанавливать. Надеюсь проблема исчезнет. Почищу стружку и начну разбирать шпиндель. Сниму патрон. Ну и посмотрим, что там случилось. Так, сейчас открутим патрон. Чтобы вся эта конструкция стала полегче. Вот так вот. Вот так вот. Сниму патрон. 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 Так, вот он подшипник. теперь чтобы его вытащить надо открутить здесь еще большую гайку так откручиваем вот этот винтик там внутри еще бронзовая типа втулочки которая прижимается к резьбе тут я положил магнитик чтоб вся металлическая стружка прилипала к нему вообще само устройство передней бабки здесь простейшие в общем сейчас откручу вот эту гайку и буду выбивать сам шпиндель так но я взял вот такое затупленное зубило чтобы открутить гайку потому что ключом ее открутить не получится все так больше здесь вроде бы откручивать нечего теперь надо просто брать и выбивать сам шпиндель через резину так так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и всё, я так понимаю. Вот, кстати, снялся задний. Ну и, в общем, он тоже что-то закатанный. На роликах какие-то риски. В общем, поменяю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и всё. В общем, вот такая вот беда с ним случилась. Чёткий след. Как будто без масла он вращался. Ну и ролики вот в таком состоянии. Да, странно это. И этот тоже вот след идёт некрасивый. В общем, меняем все три. Третий я ещё не достал. Вот он. Сейчас я его вытащу и посмотрим, в каком он виде. Ну, в принципе, вытащился нормально. Так, ну, сбить его, наверное, не проблема будет. Ну, надо же, как же он так износился-то. Видимо, здесь какой-то мусор был, а я его запустил. И вот такое натворил. Ну, зато сейчас попитаскиваю шестерни. Заодно ещё раз вымою переднюю бабку. Так, вот он. Ещё один. Во, этот целенький. И отлично вращается. Значит, менять его не надо. Да. В отличном состоянии. То есть, только вот этот конусный взять. И всё. К сожалению, у меня его нету сейчас. Поэтому я за ним поеду. Так, теперь надо выбить обойму. Как её выбивать, я пока что ещё не знаю. В общем, увидел я здесь два отверстия. Вот они. Они, если сюда что-либо вставить, как раз упираются в обойму. Но я так понимаю, для этого они и сделаны, чтобы выбивать. Поэтому сейчас буду пробовать. Ставил я кусочек сверла. Отпилил от старого. И сейчас попробую обратным молотком потихоньку выбивать обойму. Посмотрим, что из этого получится. Во, вообще без проблем. Так, здесь пошло. Так. Вот и всё. Так, далее снимаем заднюю обойму подшипника. Вот здесь, я думаю, вообще проблем не будет. Опа. А, это вместе... С прокладочкой я начал вылазить, но ничего страшного. Ну вот и всё. Так, ну и заодно сменю уже третий раз масло. Опять промою хорошенько бабку. Чтобы уже металлических каких-либо предметов там не было. Типа стружки от шестерёнок. Они всё-таки притираются ещё. Так, ну здесь обойму снять, я думаю, вообще должно быть просто. Потому что она на конусе. По идее, просто несколько ударов, и она должна выскочить. Вот и всё. Вот и всё. Жаль, что я новый подшипник загробил. В общем, даже если станок новый, лучше его полностью перед запуском разобрать. И хорошенько отмыть. Потому что там столько всякой фигни было, когда вот я его мыл. Ну вот здесь вот все ролики заезженные. Так, ладно. Буду отмывать и собирать. Отмыл я переднюю бабку. Опять на дне была мелкая стружка. Видимо, шестерни притираются. Ну и от них что-то летит. В общем, вычистил опять всё. Почистил магнитик. Он у меня стоит на входе. Здесь масло подаётся. Идёт на передний подшипник. На задний. И если что-то даже попадается, то магнит на себя всё прилепляет. Так что здесь всё готово. Передняя бабка ЛТ-10 очень простая. В отличие от других станков. Например, вот в 1А616 у меня там ну, я честно говоря, её не чинил. У меня нормально всё было с подшипником. Вот. Но когда я в неё заглядывал, там было очень много каких-то шестерен и так далее. И так далее. В общем, здесь нет нифига. Несколько шестерёнок. Снимать подшипник очень просто, как выяснилось. Я уже думал, как в интернете посмотрел, почитал. Наплавлять его сваркой, выбивать. Но увидел вот эти два отверстия, в которые без проблем вставляется кусочек сверла и обратным молотком выбивается обойма. В общем, всё удобно, всё просто. Ну, вот здесь вот как раз-таки эти несколько шестерён. Я их помыл, подготовил. Вот этот подшипник менять я не буду. Он отлично вращается, никаких раковин нету. Ну, вот новый я его вымыл. Ну, собственно, можно начинать сборку. Сейчас надо забить обоймы подшипников. Купил новый задний подшипник. Вот такой. Вот его родной. в этом на три ролика больше. Я думаю, работать должен хорошо. . Так, ну теперь, я думаю, можно обоймой старого подшипника. Ну вот и все, вместе. Все, тоже на месте. Все, вместе. Так, чтобы попасть вот в эту шпонку, я думаю, надо здесь меточку поставить, а то здесь посадка в этом месте такая очень плотная, поэтому надо угадать. Так, процесс идет отлично. Шпонка на месте. Вот и все. Все, шпиндель на месте. Так, отлично. Так, теперь надо поставить задний подшипник и можно его начинать подтягивать. Так. 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 подшипники, чтобы не запускать станок на сухую. Вот сейчас идет процесс смазки, вон видно как масло капает на передний подшипник, ну и также вот по этой трубочке идет сюда, сейчас налью уровень масла и запущу на малых оборотах, после этого начну регулировку переднего подшипника. Насос качает процессор. Смазки идет, все отлично. Так, ну накат лучше проверять с патроном. Ставим на место патрон. Патрон реально тяжелый для этого станка. То есть я буду ставить все-таки двухсотый, но это перебор, перебор, это как на 1К62, 250 патрон. Он и не нужен в принципе для моих задач. так. Так, сейчас я его затяну. Вот так вот. Также не забываем затянуть вот этот винтик, который фиксирует гайку, чтобы она никуда не открутилась. так. Так, ну я возьму ту же самую трубу и попробуем на ней поэкспериментировать. Так, обороты поставлю, ну 355 попробую. О kangало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент никаких улучшений нет. Но надо померить еще люфт на подшипнике и убедиться, что он отсутствует. Отрегулировал шпиндельный подшипник. Люфт в пределах одной сотки. Станок начал резать. То есть вот этим резцом 3 мм и вот этим 2 мм. То есть обычным 4-х миллиметровым все равно резать отказывается, дробит. Ну, в принципе, вот эти отрезают. Меня это уже устраивает. Причем отрезают на автомате на высоких оборотах. Сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, станок начал резать, но в любом случае буду менять патрон на более меньшего диаметра, на 200-й. Вот такие вот питочки получаются от кругляка. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Ну, а в остальном все в порядке. Все-таки 250-й патрон, это слишком большой для этого станка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что, на 200-м он будет резать во всех режимах. А сейчас либо совсем медленно, но очень медленно. Но сам отлично отрезает отрезает вот так на автоматически отрезает на автоматах. Ну, а в остальном станок работает отлично, никаких проблем с ним нет. Единственное, то, что вот я сразу не сделал, это вот не поставил сюда магнитик, и это очень зря. Вот этот вот подшипник, в принципе, можно сказать, самый загубил. Ну, в общем, на роликах задиры. Ну, и здесь то же самое, вон, видно. То есть, с учетом того, что станок не работал, шестеренки начали притираться, и вот эта мелкая пыль вместе с маслом попадала как раз на подшипники, на передний, на задний. Ну, и, собственно, вот результат. Ну, сейчас масло свежее, стоит магнитик. Думаю, все будет нормально. Ну, и, пожалуй, на этом все. Всем пока.